Приветствую вас, с вами Евгений Тюрин, это программа доступного образования для дизайнеров онлайн. И с вами сегодня также Илья Тебелев, это главный ведущий, самый главный ведущий дизайнер по совместительству в бюро, свое бюро дизайнерском, которые не только собаку съели, они просто съели те, кто готовил эту собаку в строительстве ресторана. Поэтому сегодня наша программа именно посвящена управлению проектами, у нас эфо сильнее, у нас нет эфо. Вот, как лучше сегодняшняя наша программа будет посвящена именно управлению проектом, как остаться друзьями с заказчиком после долгой, но непродолжительной строки. Потому что рестораны, в чем их прелесть, они строятся уже короткий промежуток времени, это не коттеджи, которые по три года строятся, потому что... И квартиры, которые по 7. Да, и квартиры, которые по 7, это ужасные квартиры, кто здесь сейчас, у кого это касалось, за сердце. По причине того, что строительные каникулы, аренда площадей, очень надо быстро начинать уже отбивать. Это все инвестиции и прелесть ресторанов, это все уже по сравнению с частным сектором, это короткий промежуток времени по строительству. Ну да, там строительные каникулы вполне... Ну, это же арендная обычно площадь, поэтому, в общем-то, каникулы строительные дают, ну, месяц-два максимум. Да, и чтобы инвестиция уже окупалась, поэтому вся стройка ресторана сложная, это на самом деле большой ад в короткие сроки. И вот тот человек, который как раз решает такие вопросы, посмотрите на его улыбку. Вот, представляете, еще раз. Меня зовут Илья Сидоров, я главный, самый главный ведущий дженер, как вы уже говорили, бюро, свое бюро. Говорите подробнее слово. Так вот, я вам сегодня расскажу, как можно, нужно и стоило бы вести реализацию проекта, после того, как уже сделана концепция ресторана и согласованность с заказчиком, он одобрил, сказал ураль и начали дальше. Я подготовил небольшую презентацию, как славит. Да, и это, собственно, опять сейчас. Да, очень хорошо. Ну, тут, собственно, наш адресочек. Так, вот немножко. Ага. Вот это, как я выгляжу. Так вот, молодец. В рабочей автоматке. Сейчас немного отдыхай. Вот. Расскажу вам такую историю. Вот состав нашей сегодняшней беседы. Проектная группа, кто есть, кто в проекте, потом рабочая группа. Менеджер проекта нужный самый. Потом немножко истории жизни так бывает. И наша гордость придумали, согласовали, сделали. И работа с подрядчиками, или, скорее, результат работы с подрядчиками, люди фотографии видели. Ну, результат нашей деятельности. Ладно, будем надеяться, вы это видите все равно. Про проектную группу. Проектная группа – это у нас такое объединение людей, в общем-то, которые проектируют непосредственно. Никогда не один человек, или, грубо говоря, заказчик и дизайнер, нет. Это всегда целый блок заинтересованных лиц. Менеджер проекта, техно-клуб, архитектор проекта, инженеры-проектировщики. Тут важно учесть тот момент, что, чтобы сделать ресторан, сделать его хорошо, одной концепции или идеи недостаточно. То есть, если мы, дизайнеры, в работе с заказчиком выступаем некими оракулами, которые путем приложения опыта, своего вкуса, знаний, накопленного опыта, добывают информацию, как должен выглядеть ресторан, переживая. Наша задача – узнать, чего хочет заказчик от своего ресторана, помочь ему это дело воплотить. То есть, по сути, вы, скажем так, рупор и переводчик между самой концепцией идеи, желаниями заказчика, хотелками, какой-то творческим, скажем так, его взглядом, но которым вы можете выразить словами. И вы тот человек, который это понимает, переводит на язык тех заданий. Да, пожалуй, с кем картины и так далее. И, соответственно, потом донести тем прекрасным людям, подрядчики и инженеры, в общем-то, чего было задумано и как это лучше сделать. Тут важным человеком в этой ситуации, конечно же, является архитектор проекта. Это человек, который знает, ну, то есть, он знает скелет, который мы вносим, соответственно, эти эстетические штучки, которые потом позволят гостям в ресторане чувствовать себя очень комфортно. Ну, и, соответственно, заполнить его полностью, что, в общем-то, сразу деньги. Технолог кухни – это, собственно, те люди, которые делают, назовемо так, сердце ресторана, саму кухню строят. Ну, словом, а менеджер проекта, так это вообще? Самое ужасное было. С одной стороны, самое ужасное в связи с тем, что, ну, как, не побоюсь этого слова, дирижер, наверное, который позволит тем, кто информацию, которую выдали мы, блог, схемы, чертежей, проконтролировать, чтобы все это было вовремя профинансировано, а выдано в нужные сроки и, в общем-то, в ненадлежащем качестве. Можешь поподробнее рассказать, почему люди с вами поставили? Ну, он у нас немножко дальше идет. Немножко дальше его основная функция идет. Ну, у нас ползались лайки по тексту. Произносим свои извинения, потому что мы в торопях как раз вот быстро загружали презентацию, чтобы начался вебинар в срок, вот, и не успели просмотреть, насколько хорошо он отображается. Потому что у нас в PowerPoint он отображался хорошо. Видно, программа сама, вот, вебинарная комната, она немножко эскалирует текст, поэтому, ну, как есть. Взлетаем с тем, что есть. Мы продолжаем. Этот слайд у нас здесь, кто есть, кто в проекте. Частенько, очень часто бывает такая история, что строители или там подрядчики ждут от дизайнеров, чуть ли не архитектурных братьев, стадии AR, в полном объеме проработанные и так далее. Тут есть небольшая разница. Дизайнеры, они в первую очередь прорабатывают эргономику и эстетику помещения и вносят туда тот самый двалый эффект, который, как важен, при проекте для ресторана. Наоборот, как что-то имеется в виду штуки, арт-объекты, какие-то находки, которые вызывают мощный эмоциональный отклик у гостей. Ну, если это требует концепции ресторана, то, наоборот, поражает им своей шикарностью или простотой демократичности для глядя. В случае с архитектором проекта, мы выше в слайде видели, что это отдельный человек или отдельная группа лиц, которые следят и проводят, так сказать, работу по увязке строительных решений, угол строительных и так далее, к конструкции объекта, на котором мы, собственно говоря, совершаем эти работы по воплощению ресторана. Поэтому, ну, надо тут главное понять разницу. Архитекторы – это конструкции, это конструкции, стеклунглы и прочие дизайнеры, они больше про эстетику и декорирование. А где больше творчества в этом вопросе? Тут есть хорошая, не шутка, наверное, причина этой темы, что медитацией можно заниматься в любом режиме, ходя за водой в колодец или же, не знаю, выполняя мою посуду и так далее. Точно так же творчество – это уже уровень мастерства. Ну, то есть, чем выше профессионал в, не знаю, там, в подметании дворов, тем через некоторое время превращается в искусство. То есть, это избыточность мастерства, вы так обогнаете. Как красиво. Поэтому архитекторы – это очень творческая работа, даже там в том же… Мы в ресторанах, а в ресторанах и немецкого мнения. Отчего же? Нет, архитекторы – это творчество в работе по архитектуре, творчество очень много. Рабочая группа. Тут в данном контексте имеется в виду группа лиц, которые уже воплощают ресторан. А тут ключевая связка идет заказчик-дизайнер-менеджер проекта. И, соответственно, в высшем названной технологии кухни, архитектор проекта инженеры-проектировщики, они уходят в режим наблюдения, скажем так, надзора за уже монтажными организациями, которые будут монтироваться. Это вроде авторского мотора, как это правильно назвать? Да, скорее всего, это подходящее самое слово – это авторский надзор. авторский надзор за выполнением их проектов. То есть они сделали проекты на этапе проектирования. И на этапе реализации они уже важны как надзорная организация за монтажными, например, в случае с инженеры-проектировщиками – это вентиляция, это инженерные сети, вода, канализация, электрика и слаботочные системы. И здесь ключевой, почему так активно выделяют этот пункт – подрядчики. То есть становятся прям важные люди, которые начинают, собственно говоря, делать ресторан. И мы, как заказчик-дизайнеры, связка с заказчик-дизайнером-менеджером проекта, в данной ситуации мы, собственно говоря, являемся представителем, скажем так, одного блока заинтересованных лиц, которые уже начинают принимать результаты работ подрядчиков. Что важно отметить, что блок заказчик-дизайнер-менеджер проекта – это те люди, которые точно знают, что нужно заказчику в результате, и смотрят за тем, чтобы подрядчики, в том числе подрядчики по инженерии, выполнили все, все работы, которые мы угадали в проекте, в соответствии с финальной картинкой. То есть, грубо говоря, вы – команда заказчика. Однозначно. То есть тут подразделение, скажем так, идет на тех, кто это воплощает в жизнь, это руки, это подрядчики, и они могут иметь свои какие-то проблемы, нежелания, непонимания, а вы все застаиваете заказчика в этой схеме. Однозначно. Очень часто есть такое явление в работе с подрядчиками, ну, собственно говоря, так и в любых человеческих отношениях, упрощение своей текущей задачи. И ответственности. И, соответственно, ответственности. И переброс вот этой назревающей, скажем, сложности, я просто вопросом нерешенного дальше. И тут главное – это называется еврейский волейбол. Ну, да. Поэтому в данной ситуации заказчик, ну, то есть менеджер проекта, тот, кто оперативно управляет, а мы, соответственно, как дизайнеры, эту ситуацию, опять же, соотносим с финальной картинкой. И всегда нужно помнить, что дизайнер держит все в голове, как в итоге будет атмосфера. То есть, грубо говоря, это как по модулю в математике, это рамки, которые держат, скажем так, хотелки подрядчиков, хотелки заказчиков и возможности, там, какие-то менеджера проекта, вот в стакане концепции дизайн-проекта. Причем именно финальной картинке. Мы сейчас говорим даже не о бюджетах и так далее, потому что бюджет все-таки уходит на откуп менеджера проекта. А вот в случае с финальной картинкой, какая будет атмосфера заведения? И так далее, это прям ключевой момент для дизайнера. Можно, по ходу вопрос такого плана, насколько распространено в Хорике, в ресторанном бизнесе, это, скажем так, приводить своих подрядчиков? Нет ли здесь какой-то вот именно большей подставы в связи с сроками, в связи с ответственностью, опять же, перед конечным клиентом? А тут, в общем-то, я бы назвал даже такой момент. По большому счету, неважно с каким подрядчиком вести проектирование, главное, чтобы он был, так сказать, управляемым и декладным. В любом случае в работе с ресторанами практически все позиции проходят с отраслами. В чем с отраслами, ну, опять же, то есть с той самой связи с заказчик-дизайнером. А насколько я реально прийти со своей командой? Или это больше миф, потому что там тендер, 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 и самое дно Яндекс.Маркета, скажем так, берет на себя, скажем так, весь цикл работы? Честно говоря, из моего опыта практически у всех людей, которые занимаются строительством, ну, в том числе, практически все рестораны, тендерщики, имеют свой пункт уже сколько-то проверенных строителей, либо на этапе строительства личных домов, квартир и так далее, либо на этапе строительства своих предприятий. Вообще, вход в проект, в случае, если это идет в серьезный тендер и так далее, то, в общем-то, вполне возможен. Единственное, опять же, тут не звучит и тот момент, что подрядчик рассчитывает, ну, допустим, те же деревянные столы, грубо говоря, металлическую мебель, исходя из своей технологии и имеющегося, ну, да, технологии, опыта, вот. И он у всех разный. Если люди, например, годами делают стулья, то вдруг зайти на похожие, на похожие люди хочется и дешевле отрабатывать на технологии, и быстрее, потому что есть уже налаженный процесс. А есть ли какие-то подрядчики, которые являются, скажем так, ну, более стандартизированными, что они-то обычно приходят дизайнерами? Допустим, электрика, строительство, наверное, нет, это, ну, найти можно везде. Да, там, вентиляцию, все то же самое. А вот, допустим, столярка по ресторанам, она какая-то особенная. Возможно, там какие-то индивидуальные световые, там, решения по свету, допустим. Это тоже какое-то отдельное искусство, связанное с ресторанами, которое, ну, только у вас есть такие контакты, допустим, и простой электрик, ну, не подойдет, потому что опыта нет. Ну, как пример, есть ли какие-то такие вот варианты? Ну, это я хотел рассказать, конечно, в разделе «так бывает». Давай, давай. Ну, нет, почему? Хорошая тема, вовремя всплыла. А рабочую же группу обсуждаем. Рабочая группа, кстати, это дополнительный еще и есть такой термин «общее собрание» на проекте, которое происходит там, где точно сейчас в регулярности, когда проходит какой-то этап, какой-то этап строительства, закончился демонтаж, начался монтаж, закончился монтаж, началась отделка, и Тридорик всегда провоцирует общую рабочую группу, и так далее. Равокирует. Необходимо встретиться, необходимо встретиться и все обсудить. А вот. И отсюда появляется, ну, я возвращаюсь к теме про подрядчиков, когда с простой электрикой не может сделать определенные задумки. Всегда не случилась специализация в любом действии. Поэтому есть вещи, которые, в деле, они подведены на оглядку на простых электриков, есть вещи, которые можно только купить, не сделать, не собрать, а именно купить готовое. И, соответственно, есть такие прекрасные штуки, в дальнейшем, ниже, в сайт, я вам покажу, которые мы придумываем, и чтобы их выполнить, нужно собирать даже несколько подрядчиков, какие-то стеклу, стеклу, металлу, электриков, которые все это делают, которые получают. Казать, ну, такой подрядчик. Да, 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 такая прям боевая команда, которая, в общем-то, дело решает, насмечивает, решает и так далее. То есть тут, причем более того, насколько мне известно, многие именитые дизайнеры, а интерьерные рестораны, они, в общем-то, именит свои, и, скажем так, при работе с ними выделили целую компанию, по производству различных изделий, светильники и так далее, делают, которые ручные, такие кастомные, поэтому тут. Вот такая история. Переходим к следующему слайду. Вопросы есть у вас какие-нибудь, или пока что все понятно? Поставьте плюсик, чтобы вы нас хорошо слышите, все доступным языком объясняется. А то мало ли, мы будем вдвоем только. в общейнике. А тут у меня слайдик, менеджер проекта нужный самый. По поводу менеджера проекта, это прямо, скажем так, важный момент, особенно при работе с арендными помещениями. О чем идет речь? Очень много ресторанов ставится, как я уже говорил выше, на арендную площадь. А соответственно, это возникновение арендных каникул, это допроектное выяснение имеющихся мощностей на объекте, это вода, канализация, вентиляция и электричество. И электричество, конечно, да. Это как есть анекдот такой, да, что ну, собственно, интернет говорит, что это самое важное, и будет все, до свидания, а электричество для себя не будет ручки нет интернета. Поэтому электричество очень важно. Был случай, когда были освоены ресторатором хорошие средства, вложенные в проект, оплаченные аренды и так далее, а в итоге выяснилось, что у него не введено достаточное количество электричества, и потом тормознулся отправлено несколько месяцев в связи введения новых личностей на проект. Копание, сависование, проблеска кабеля. Причем это одно из самых дорогостоящих, скажем так, таких ресурсов, извне, которые привлекаются. Чтобы вы понимали, может быть, это уторяющая информация, но один киловатт может под 150 тысяч стоить в центре Москвы. А чтобы запустить плиту, которая может легко стоить, то есть подругать и 10, и 20, и 30 киловатт может плита потреблять, назовем это так. Для ресторана, он сейчас подсказывает, 200 киловатт надо на ресторан, среднестатистический, вот из опыта. У нас есть целая помощь зала, который кивает головой нахер. Так вот, менеджер проекта. Всегда при запуске нового проекта ресторана вам при работе рекомендуем заказчику возродить как вы, Денису, человек, который, в общем-то, курирует договора с подрядчиками, курирует вопросы всех, как раз, от этих инженерных сетей, выделенных нишностей, их, собственно говоря, употребление в проекте. И, что самое ключевое, это отслеживание сроков, организация доставки на объект выполненных изделий. Можете сказать разницу между управляющими с вами моими циклами? О, да. Проговорил вопрос. Вопрос обозвучал. Рассказать разницу или не разницу, а почему не стоит использовать на позиции менеджера проекта, управляющего рестораном, администратора зала будущего или провинциального директора заведения. Ну, когда бывает, что вот у нас Маша, она, будущий директор ресторана, она нас будет струклировать. А менеджер проекта, в первую очередь, человек опытный строительства, имеющий опыт запуска подобных заведений, даже не обязательно ресторанного типа, но желательно с опытом запущенного строительного аппетита. Например, магазины, торговые центры, административные предприятия. Тут еще же имеется такая особенность, что у него достаточно плотная работа со строительными сметами, с диагностикой помещения и, конечно же, у нас тут помощь зала просто. Что еще? О наболевшем. Согласование проектов, всех документов в торговых залах, в торговых центрах это особенно большая проблема. Попробуйте простую маленькую кофейню в Москва-Сити открыть. Но даже не в Москва-Сити, в Афимоле или в Кунцево-Плазе тут был опыт интересный. Всегда имеются такие моменты, когда нужно увязывать административным образом различные службы, как арендателя, так и нас, как проектная группа. Ты сядешь в эзинар вести? Что ж, переходим тогда к следующему сраду. Так бывает. Ну, собственно, мы уже начали рассказывать, как бывает, когда идут, скажем так, сбивки в этой прекрасной структуре, как проектная группа, рабочая группа и, в общем-то, кто там кем является, какие ответственности ими. Группа, она, собственно, состоит из персоналей, которые имеют свои зоны ответственности и ресурсы для решения этих вопросов. А в случае, когда нарушаются эти моменты, ну, то есть, такие случаи, как удлинение срока строительства, увеличение стоимости строительства, такие ужасные, в общем-то, вещи для любого коммерческого проекта. И лучший способ избежать таких моментов, это как раз сразу на берегу, при начале проектирования прогрессивно эти вещи. Мы в договорах прописываем даже такую позицию, как обязанности менеджера проекта, кто это должен быть, какие у него задачи и, в общем-то, такой некий функционал прописываем. Вот это, в общем-то, окупает себя, то есть, это зарплатный часть, чаще всего зарплатный человек в команде заказчика и очень часто эффективно. Главное, собственно говоря, избегать тех ошибок, о чем мы говорили выше, использовать людей, которые не в курсе, как это делается, либо смешивать, очень часто же бывает желание вручить тем же дизайнерам полную ответственность за проект, в том числе договоренности с строителем и прочее. Выбирать неправильно? А почему неправильно? Почему дизайнеру нельзя это отдать? Все дизайнеры, допустим, по бытовым объектам, скажем так, с частными лицами, привыкли к тому, что они могут это под ключ контролировать. Какое подводное камень с ресторанами? В случае с ресторанами тут, во-первых, контроль коммерческих сроков, потому что в квартирном дизайне, скажем так, в частном дизайне там есть такое явление, как максимально замотивированный заказчик на этом жить. А в случае, когда начинаются коммерческие проекты, как включаются инвестиционные и так далее, там возникают различные. Договорные обязательства? Это само собой. Штрафные обязательства по этим договорам. Это само собой. Просто потом, когда, если отсутствует YouTube, менеджер проекта, тогда начинается переброска ответственности на там это не так. И как раз тот случай, когда мы считали такую технологию, а нужно делать такой технологией. Ну, в случае при просчете предварительного смерти заключения договоров. то есть больше капкан для дизайнера, если он пишется в ответственность за стройку по сроку. Однозначно. Здесь, опять же говорю, график платежей, последовательность платежей, потом такие моменты, как ну, мы же, я полагаю, в предыдущих наших сериях рассказывали о том, что проектирование в общем-то оно строится на ну, несколько этапов. Первый концепт как раз, тот момент, когда дизайнер, заказчик выясняет его желание, цели, те самые хотелки, представления о проекте и так далее и превращает, ну, собственно, структурирует, превращает в красивый проработанный альбом решения. Вот. Потом следующий момент, это подключается инженерия, которая дает свои применения, как раз в этот момент очень важный менеджер, чтобы сообщить о мощностях и так далее, и так далее. Вот. И потом это все превращается в некий альбом рабочей документации, которая идет уже на строительство. и вот тут грамотно, четко отслеживать, чтобы все ушло по наличной пути. Придумывались, выставали, сделали. Шикарный есть. Вот это тут еще раз. Ну, мы это проговорили. с учетом условиями о том, что придумали с заказчиком, согласовались, мы уже сделали уже с подрядчиками. это такое вот, еще раз возвращаясь к структуре, то есть ресторан. А по срокам можно вопрос, пока мы к творчеству не перешли к прямому? По поводу, допустим, вести ресторан дизайнеру одному, без команды. Реально? И сколько ресторанов, допустим, реально вести? Это квартирам, ну, как бы, мне, допустим, понятно, как одному дизайнеру вести несколько квартир. А вот по поводу ресторана, по поводу того, что каждую неделю там есть обязательные строительные собрания, отчеты какие-то перед тем же самыми заказчиками, по поводу авторского анализора и всего остального. Насколько это, скажем так, реально заниматься этим вопросом в одиночку, без команды? Потому что полно дизайнеров-частников, которые просто мечтают заняться корикой и рестораном. Прекрасное желание, на самом деле. Welcome, это мощная школа жизни, шикарная, шикарная прокачка и так далее, если запуск нет. Ну, и всегда рестораны общественные места вообще, рестораны в частности звучат значительно громче, частные интерьеры. Касательно сколько может, как здоровье позволяет. Какой вопрос, такой ответ, я понял. Имеется в виду, без команды, это, скажем так, насколько это обременительно? Ну, тут же еще идите, этот момент. Уровень ресторана, его квадратура, сложность, насыщенность деталями и так далее. Я думаю, что тут, если мы говорим о команде, как о том, что мы говорим в проектной группе, без архитектора, без, так сказать, технолога, инженер и инженерной группы, я, честно говоря, не уверен, что это вообще красиво. Сколько у вас, человек, работает в вашем бюро, дизайнерском, свое бюро, над рестораном? В раз. Если вы так попальцами это пять человек, это имеется в виду со стороны нашего бюро, не так вот. А так вообще, если вспоминать проект, я бы еще раз не помню. Кто эти пять человек? Давайте вот такую, чтобы было понятно, чем вы тут занимаетесь. Чего у вас так много подсказывающих? Ну как, всегда есть, да, так называемый фронтмен, или фронт-бумен в нашем случае, если не она ничего, генератор идей и, в общем-то, ключевых концепций в ресторанах. Потом обязательно ассистент или помощник по административной части. Это имеется в виду договорные вещи, там, пересылка писем и так далее. Обязательно архитивный визуализатор, визуализатор, это самого важного человека забыл, потому что продукт рабочий, наш рабочий продукт дизайнерский визуал, это, конечно же, картинки. Они позволяют и продать идею инвестору за просчет, и, самое главное, еще и увидеть, в общем-то, нам, что наша задумка, она уселась, и грамотно размещена в состав. Ну, то есть, так сказать, проверить, те самые технические качества проекта. А можно ли без визуализации делать ресторан? Можно ли без визуализации делать ресторан? Задавать проект, допустим, ну, как-то необязательно это ключевой является пункт, допустим, и в составе проекта, ну, документацию. Сейчас промелькнул сейчас хороший анекдот, например, можете, можем. попробовать можно? Я бы не рекомендовал, но, в принципе, такие претенденты были, я слышал, так люди делали перед закрытием. Визуализация важный инструмент, очень важный инструмент, ну, собственно говоря, это инструмент, с помощью которого мы видим проект, готовим проект, делаем. Поэтому важный, ключевой, потому что после создания вот этого пространства атмосферы в виде картинок, уже после этого начиналась проработка чертежей, схемки, проработки узлов и так далее. Более того, как говорится, лучше один раз увидеть, сейчас сто раз услышать. А учитывая, что с чтением в России сейчас все хуже и хуже, лучше картинки. Лучше картинки. Иногда бывает достаточно только визуализации. Такие варианты я слышу чаще. визуализации достаточно только визуализации, чтобы построить ресторан. Но лучше, конечно, идти по грамотной цепочке. Я имею в виду, что это концепция, визуализация, потом проектирование, спецификация и дальше это не так. А учитывая, пожалуйста, как это визуализация в сходном направлении? Вопрос возлучал, как использовали последнюю визуализацию. Одну крайне ответственную приступ. на самом свежем проекте так использовали визуализацию. Взяли ее за основу. Там, правда, проявляют невелик, то есть это летняя веранда, поэтому в принципе данных на строители, опытные кобедчики, которые уже неоднократно делали в ресторане, могут на отработанных налетах сделать проект только по неразбитным картинкам, которые делают дизайнеры. Вот. Тут еще нужно вспомнить про важных историй таких. Хотел ее обойти. опытным строителям достаточно визуализации. Они могут на одной день... которые прикладываются к джаку. Да, это был такой случай. Была такая история, что заказчик, увидев, имея картинки на руках, отменил решение спецификации проекта, там было указано, что используем серый текстиль для диванов. там такая, знаете, шпон, который дальше продолжает тонировать цвет, который на них подал. Ну, то есть, такой желтый оттенок в интерьере. И на результате получалось хатый, честно скажем. А финальный цвет получался такой, немного зеленоватый. Вот. И заказчик результатов, то есть, этим цветом настоял на том, что нужно иметь праздное решение серого, не зеленого. В том смысле, что так это вреднее залезать. Это не было зеленым цветом, это просто блик, красный был прежний. Который сойдет сюда рефлекс от сопутствующих поверхностей. Ну, теперь видим дальше компенсировать это используя текстиль, коррекцию света нужно. Зрение. Шутка. Зрение заказчиков дешевле, чем поменять текстиль на всех диванах. Ну, мы стараемся использовать достаточно в бюджете материала. Ну, вот мы сейчас на картинке видим прекрасный пример. Не знаю, как идут наши слушатели, а вот для меня справа, я попробую, если ты сделал справа, а, тут подписано. Так вот, справа это фотография с объекта реального, а слева где подписано придумали, это визуализация. А вчера, в общем-то, в главном истории, когда посмотрел картинки визуального и диньего ощущения, а точно ли придумали визуализацию или это все-таки фото, потому что проработанные светочки качественнее, чем в натуре. Вот, занятная история, по созданию вот этого мегведиа в городе Томске, большого, он стал ключевым элементом, и опять же, здесь был привлечен один из уникальнейших мастеров по изготовлению арт-объектов в Москве, вот, созданный такой ремнишка, с которым сердце коллекируется и так далее. Мы чувствовали от начала до конца, как сделали вот используем этого, вот прям вы придумали, как его согласовывал заказчик, как ему первые опросы, до того, как действие случилось, это древний сток, как его ставят. Здесь вот этот длинный проект. управление проекта. Управление проектов, как мы придумали, понятно. Потому что придумать это творчество. он вообще делает? Вы поступил предложение, вопрос, запрос, желание, чтобы у нас в эфире была отличная история, когда создана, книжка придумана и реализована в момент монтажа. По простой причине, потому что дизайнер, когда придумывает задумку, это бумага все стерпит, 3D-ризуализатор все стерпит, унижая власть и доминирует. Да, и он стерпит. Вот, скажем так, создать, вот как раз перед вами менеджер проекта, главный ведущий дизайнер проекта, его задача теперь всех запинать, чтобы это реально увидело свет, жизнь. А это же найти ресурсы человека. Чем сложнее цепочка, тем больше человеческого фактора, поэтому сейчас будет история связанная именно с жертвами с дизайнер отлично. История была занятная. Все началось гениальной идеей, что навстречу встречать гостей ресторана должен роскошный, большой, мужественный персонаж. Именно и пармезан по названию заведения, в котором обитает теперь. Была разработана модель 3D, опираясь на анатомически подробности. Скульптором была слеплена форма подготовленной и визуализированной картинки движения. Мы сделали книжку, чтобы можно было рассмотреть во всех ракурсах. это был слепен большим дверь из частей. потом способом формирования автомобильных. Вы же сами делали с 3D-принтером. Это раскульптор с пугалками. Это не часть истории. Это и есть история. Я приехала посмотреть на это. Он не пугал. с 3D-принтером. Сможете вы делать на 3D-принтере в нашей 3D-ринтере? Это был второй дизайн, который он создавался. с 3D-ринтером. Сможете пересказать вопрос? Разделились мнения, как этот медведь создавался в суде? Да. Главное, не перегугаться. Медведь готов хотя бы? еще цел? Хорошо. Мишка первый вариант медведя был необычным искусством. Скажем так, был достаточно пугайший. Поэтому было принято решение передать 3D-модель на печать с 3D-принтером. распечатан даже так. Не то, чтобы распечатан, там было объединение фрезеровки ПМДФ и печати. Ну, собственно говоря, результат потом отправлено в автомобильную покраску с формовкой полиполистирольных деталей и платить на ледовом автомобилем. и он внутри на самом деле легкий, сделан спиннинг пластик. А вот, везли его автомобилем в город он большой пакованный спиннинг пенопласт и, там монтировали. При на этаже была задумка изначально разместить, ну, пожеланий заказчиков архангела Михаила прекрасного, но в итоге для... Откуда архангел Михаил или кто-то с гордым созданным? Скорее символа ВДВ связанного с, скажем так, по правительствующим. А вот, но в итоге решили допущение сами символа архангелства хангелства скажем так, ярких моментов и вот что, в общем-то, только украсть данные решения. Там сидит и отмедит оказался легкий, или можно было полкнуть, или не в каком, как говорят. Ну, поскорее, это не очень плохо. Ну, в итоге, да, подскажем, что у нас не весь был достаточно легкий, но скрытие зонтаном в общем-то и он остался подвижным. В общем, суть какая проблемы. Медведь, так как был сделан из этих сложных спиннинных дел, я просто наделал их не особо серьезно разбирать и запоминаю их. Медведь при всей своей массивности был очень легкий. И так как люди, которые приходили с ним сфотографироваться, а там была цель, какая, целевая аудитория, там были, я так понимаю, военные, да, там все гости города, в том числе, да, у нас самоориентирование ресторана было на, скажем так, символы ВДВ и символы болельщиков местной спутбольной команды. Ну, в общем, самые спокойные люди среди нашего населения, и, разумеется, у них был все время, скажем так, и сейчас есть соблазн сфотографироваться, потрогать медвины, которые потанцевать, обнять, которые очень легкие, что оказалось достаточно сложной задачей, вот, и как вы решили? Засыпали песком его аккуратно до пояса, по поясу, что, в общем-то, позволило его создать эффект на варяжке, утяжелить нижнюю часть, на практике все выяснялось, взялось. ну, сделано маленькой девочкой, в общем-то. Это как раз тот самый пример, с такими задачами сталкивается руководитель проекта, главный дизайнер, который, разумеется, на старте, на, ну, скажем так, на ранних этапах красивых картинок совершенно не предсказуемо, в общем-то так. Оно нравится, такие, особенно при разработке, повторюсь, при разработке каких-то авторских штук, попутных изменений технологии изготовления объекта, это возникает. Опять же, всегда нужно помнить о том, о чем мы с вами говорили вначале, что при просчете смет или, скажем так, диджутировании и проведении тендеров, нужно понимать, что у выбранных итогов выбранных подрядчиков может быть свои ограничения по технологии. допустим, если мы делаем сейчас один из примеров бетонный пол шлифованный, одни там выделяют наливая свой, другие, наоборот, снимаются до стяжки шлифы, перекрытия, то есть это часто решается уже попутно. Ну, в общем-то, давайте не сказать. Вот, прекрасный кадр. Опять же, придумали это то, что было на визуализации и сделали то, что получилось в итоге. А тут, в общем-то, выполнена работа практически без отступления проекта, стопроцентное попадание в керамические тарелки, виталстыки. Слушай, вот, а насколько сложно, нет ли какой-то ненависти потом к главному вашему дизайнеру, руководительной студии, за то, что она придумывает, потому что, в принципе, на твои плечи ложится именно реализация подобных капризов творческих. Я правильно понимаю? А вот эти галстоки-тарелки, как это, как вот, тебе плодут этот чертеж, и ты с мыслями кому звонить, и как это происходит, про проекты выжили, и звонили. Тут нужна ход действия. Всегда помнить про тот момент, который я продавал в самом начале проекта, что мы, на самом деле, выступаем проектной группой. это, ну, если позволить такой термин, диагностированные пожелания заказчику, на ней, тот запрос на вал эффект ресторана, на который сгенерит некий поток людей, с этим элементом будет фотографироваться и так далее. Тут, в общем-то, нет такого разделения, что, грубо говоря, руководитель что-то придумал, представил, а потом начинается какой-то саботаж сопротивления. Нет, это такой мощный творческий процесс, где мы все вместе, в общем-то, участвуем, в том числе заказчикам. Участвуем в таком вдохновляющем, очень заряжающем процессе, в том числе. Сразу же, вот такой главный момент, что важная моя роль в проекте, опять же, всегда, в процессе проектирования, продумывать, как-то готовый любой у нас каприз галстуки присверлить тарелками или приклеить. Или это внутри, тут на полу на столе смыслный ПВА или двухкомпонентный клей. Бывает по-разному, бывает по-разному. Если посмотреть, опять же, наше инстаграмм или же храничку в Фейсбуке, там очень часто можно видеть ссылки, как раз на такие вот вводческие проработки, то есть, когда есть, например, задача, как в данном случае, тарелки вывести, на галстуки и возникает вопрос, как это делать. Плюс, опять же, как вы сделали этот конкретно? Тут использовался прекрасный способ, уже опробованный ранее на других проектах. Керамика склеивается с металлом, что, в общем-то, происходит достаточно просто. Там внутри тросик, который заправляется дальше в галстук и монтируется на атаковочную чашку от люста. Поэтому тут, в общем-то сложности нет и решалось насколько. Дережное умножение идея, давай сделаем так, супер, можно использовать вот этот прием, ну, именно используя прием монтажа или сборки. поэтому процедура наша творческая работа, которая идет здесь, на территории бюро, она как раз выглядит присаживание каких-то идей сразу на практический способ их реализации. Потом, в дальнейшем, как верно заметил, что как работать потом с подрядчиками, либо мы знакомим с технологиями, которые мы используем из нашего опыта, с которыми мы сталкивались, либо собственно они нас апгрейдят на свою технологию. Вот, ребят, у нас есть нового клау, мы делали вот так вот. Кому вы подходите вот именно с реализацией таких творческих вещей? То есть, ну, скажем так, есть какие-то чернорабочие, которые, ну, слушай, вот галстуки, вот клей, вот сюда я стою, смотрю. Или не знаю. Стараемся у помощников и подрядчиков, с которыми вот на данных изделиях использовали подрядчиков, которые нами уже проверены на этой работе. В данном случае, вот именно с галстуками-то тарелками, был тот момент, когда заказчик сказал «Да», вот с этим подрядчиком вот работают, потому что это не кто из моих. Это строитель, это творческая студия, не знаю, какой-то фрилансер. Давайте его назовем Михаил, тарелки, в общем-то нечего, а он даже не знаю, универсальный мастер по всему, у него есть свои мастерские. То есть это уже мастерская, грубо говоря, это какие-то, не знаю, руководители производственной мастерской, где делают уникальные вещи, декор, светильники и так далее. Понятно. То есть, опять же, это не строитель. Это не общий строй, это работал специалист, который умеет сделать подобные вещи, услуги, которые мы использовали на других наших ресторанах. Просто наша задача дать какой-то полезный материал в точке зрения того, как реализовывать дизайнером, который нас слушает, именно свои какие-то творческие порывы, как имена научные кладезь таких вот умельцев. Это все-таки различные мастерские по изготовлению театральных декораций, киношных декораций. Это прям мощное подсказье. В любом, я полагаю, что в любом более-менее крупном городе есть такие структуры. Вот такая подсказка между региональным специалистом. что мне еще вам показать. О! Тут была задача сделать уникальный светильник, собранный в итоге из стеклянных бутылочек. Мы проектировали и задавали бутылки от вина в общем-то достаточно известная. В итоге подрядчик и заказчик в первую очередь выбрал, согласовал. Выдылочки более фигурные. Они тут, если вы посмотрите на плашке, сделали. Это разные по своему размеру бутылочки. Светильник, с которым фотографируются люди, создают пассивную рекламу, за которую не нужно платить. Ресторан. Люди фотографируются, выкладывают, делятся с друзьями. Арт-магнит. Арт-магнит. Шикарный термин. Какие сложности возникли с его изготовлением? Потому что, опять же, понимаешь, что это не в рамках дизайнера, пришел с клеем и с ящиком вина. С словами, ребята, у нас есть ящик, и сейчас мы делаем вилку. Как руководителю проекта, с какой сложностью столкнулся, как реализовывал, какие были проблемы, может быть, подводные камни, может быть, подрядчика? Тут, пожалуй, я расскажу только такой момент, что некоторые изменения формы, собственно говоря, как видите, не критичные. У нас здесь изначально планировался пучок светильников, лампочек внутри, а по факту получилось сделать из четырех монтажных коллег, металлическими просматриваться, если обратите внимание. То есть, такая, скорее, рабочая ориентировка на местности, поправка под существующего подрядчика технологии. То есть, он не смог вывешивать, если бы говоря, внутри, подвязывая горлочки, он их вывешивал с помощью специального зажима на горле. в общем-то, зажима выклотки не было. На горле выклотки. Как таковой сложности не было. Задача донести наше видение, как это должно быть. А если к теме вебинара самого, что как остаться друзьями, друзей часто может поссорить, скажем так, финансовый вопрос. И разница между красиво нарисованной картинкой и по фактической светой. Это одна из причин, кроме сроков и всего остального на качественном проект, который может поссорить, ну как, не то, что поссорить, но такое, как сказать, горечную внести в эмоциональный какой-то негатив в отношении между дизайнером и клиентом. Вот если вы нарисовали красиво, а потом реализовать это дорого, вот как это решается, как вот эта конфликтология, скажем так, в данном случае не было ничего такого, что, допустим, заказчик говорил, о-о-о, красивые бутылки, но что-то столько вина вылить куда-то, это, ну, допустим, цифра, да, цифра, ну, не маленькая, вино сколько сейчас стоит, допустим, это, ну, порядка трехсот, наверное, 300, если, сколько бутылок здесь, допустим, задействовано, наверное, все равно была какая-то шок-цена за просто стекло, да? Нет, там была интересная история у подрядчика, которую мы планировали, которую мы планировали, которую мы рекомендовали, из-за каждого таких работ, проверенного, опять же, который работал уже, скажем так, на объекте с бутылками, на этом, я в подрядчике, который работает на объекте с бутылками, мы его гоняем, зачастую, но это не тот случай, он правильно потреблял и Сталин работал. Сталин работал. Вот, рекомендовали его, у него был выход, или, скажем так, бонусная стоимость именно вот этих, бутылок именно вот этого вида, поэтому мы, собственно говоря, и были предложены, ну, скажем так, и дизайнеров, и мелкий ресурс, получив за очень приемлемую цену на объект вот эти вот стеклянные изделия. в дальнейшем, когда, опять же, заказчик привлек своих подрядчиков, потому что, в первых местные, то есть, вставляемые им, и во-вторых, вставляемые были свои выставленные отношения, вот, то появилась поправка на покупные разноформатные бутылочки, оперативно решен вопрос их припежа, ну, с нами, в том числе, то есть, правильно была выставлена коммуникация, возникает изменение, ну, скорее, изменение в проекте, тут же оповещаются все участники, заказчиком были оповещены, что, ребят, мы берем вот этого человека, давайте снимем все это дело в Савасовске, и в телефонном режиме были решены вопросы, как их интерферизовать эту историю, она прошла практически на 20-м картинку, практически без изменений, ну, то есть, изменения внутри проекта никак не привлекли на финальный вид этой шикарной вещи. Хорошо, допустим, с этой люстрой более-менее понятно, а если вообще взять истории, которые с вами происходили, как-никак, за плечами более 60 ресторанов, поэтому, я так понимаю, все равно уже бывали такие случаи, когда вы выходили за сметой, либо стоимость реализации вашей какой-нибудь творческой задумки, явно не совпадало с возможностями или желанием тратить клиента деньги на этот вопрос. Были истории, да, опять же, на этом же объекте была история с введением в отделку интересного материала, формованный, так скажем, снималась копия с настоящих кирпичей старых, и формовалась из бумажной бумажной основы с клеем, формировались легкие, красивые кирпичи, для которых мы планировали использовать для отделки потолков. В итоге технология была так, как технология была науклава, новая и так далее, она была опробована на одном материале нашим подрядчикам, сделаны образцы, красивые образцы, покрашены и так далее, вот этого материала именно кирпича для потолка. Но в итоге подрядчик не справился, скажем так, с заявленным объемом. В смысле, по срокам или по качествам. Скажем так, у него производство зависело от этого сывозного сырья. И уже его поставщик, то есть завод по поставке сывозного, он, в общем-то, не смог ему гарантированно выдать необходимого качества сырья. из 400 квадратов, чуть меньше, этого материала было выдано может быть от силы 3. Что, в общем-то, привлекло к тому, что мы были вынуждены откорректировать отделку, пересогласовали заказчикам. Ну, все плотно связано с ними, конечно. Там попытки были и взывания, взывания к подрядчику и так далее, но ситуация произошла, потому что был утерян этот контакт. Причем, параллельно, к слову, сколько можно делать параллельно ресторанов, параллельно делали еще один очень интересный нашумевший проект ресторан с эфирными брендированными штучками, но не брендированное значение, помеченное брендом, а в смысле они сами символизировали такие объедения. Планирую сделать из этого же материала легкого, крепкого, эффектного внешнего. Но в связи с тем, что опять же не смог подрядчик выдержать заразовное качество, были вынуждены сменить его, произошло некое увеличение стоимости этих изделий, но так как они были ключевые в проекте, там была переброска средств с одного какого-то аспекта в угол и другого, но выполнены ключевые. То есть нужно понимать, что любой коммерческий проект он должен быть. Поэтому если идет какое-то удорожание, то чем-то можно пожертвовать, если это финальная функция и ее соответственно дело процесс к ее движению. Ресторан должен быть, он должен быть вот эти вещи ключевые, эти второстепенные. Здесь можно выйти на компромисс. То есть все делится на два типа, 100% задумка автора и оно должно просто кровь из носа быть таким. Есть ли места, где можно компромисс какой-то удовольствовать? Обязательно поставят, конечно же, всех участников. А что является скажем так вот этим необязательным? Что относится в дизайне ресторанов именно к таким вещам, на которых экономить нельзя, так руки прочь от нового проекта. Это вы бьете по рукам подрядчика, инвестора, менеджера проекта и так далее. Что это? Ну, может быть, это арт-магниты? Арт-магниты это, скажем так, они в общем-то и являются ключевыми моментами. То есть всегда можно сделать, наверное, проще отделку, всегда возможно использование светильников, если они не, скажем так, дизайнерские, а технические, всегда можно там найти компромисс по удешевлению. То есть свет, ну, можно сэкономить космический свет, назовем вот так. Ну, что, опять же, всегда есть такое искушение использовать ткани менее, потому что ресторан всегда посадочные места, а посадочные места это практически в 80% это текстиль для их, собственно говоря, объекта. Поэтому тут тоже можно уйти в более, ну, в общем-то, пути сэкономить или, скажем так, перебросить часть бюджетных средств на другие позиции ключевые в интерьере, они, в общем-то, достаточно обширны. Опять же, тут нужно понимать, что вот в случае здесь, в объекте, когда этот элемент является отмагнитом, как я не хорошо сказал, вот, то его упрощение или упразднение приведет к реально провалу в интерьере, да, в конце. А в случае, например, если это у нас идет отделка стены, а там, грубо говоря, шпон дуга или шпон ясеный и так далее, тут уже появляются варианты. Конечно, да. Можно всегда как-то перейти на более экономичные. Опять же, все равно взять уже березу или лидер, или статомер. Словом, варианты перехода. Всегда можно найти компанию. А по поводу конфликтологии, все равно, ну, люди разные, клиенты бывают у нас у всех, и тем более в ресторанном бизнесе. По поводу того, когда, все, конфликт есть, причина не важна, кто так опаздывает, допустим, из подрядчика, подрядчик говорит, что техзадания дизайнеры медленно соревнованы. Недостаточно понятные техзадания. Да, да, да. Чертежители потеряли, никто не предоставил вовремя. То есть, вот как решаются конфликтные ситуации, я так понимаю, это на ваших плечах, вот именно первые линии обороны, как минимум. Вот, расскажите про это. Как вот... Ну, тут прекрасно мы подспорим, всегда прекрасно подспорим выступает проект, выполненный. Вот те самые листочки, которые нечасто смотрят подрядчики. Недозного объема, невнимательно читают и так далее. То есть, должна быть, вот эта деловая переписка, это норма? Заним их выдастся? В нашей практике вообще заводится рабочая группа или, скажем так, рабочий чат в ТАЦАПе, вот, туда подключены соответственно объектный заказчик, обязательно менеджер проекта, обязательно наша проектная группа, вот, и желательно ключевые генпродрядчики, которые там, ну, подключены позиции, грубо говоря, общестрой, мягкая мебель, столярные изделия, ну, такие вот, рэперные точки. Вентиляции обычно там нет, потому что она на лодку похожа, в большей степени к менеджеру проекта, и он уже транслирует решения, принятые в этой группе, транслирует дальше группа инженеров. А вот, ну, это первый момент, позволяющий оперативно контролировать, мониторировать ситуацию, на стройке. А вот, ну, и рабочая переписка, конечно же, с копией всех. Часто ли приходится взывать к датам со словами «Простите, простите, мы вам все предоставляли?» Смотрите внимательно, есть такой рабочий проект, вы говорите, да, это, в общем-то, рабочий процесс. То есть, это норма. Для тех людей, кто не любит бюрократию, скажем так, работа с коммерческим объектом, это level up. Скажем так, при строительстве этих-то сетевых проектов, так далее, это практически всегда обязательно. о ведении деловой переписки в различных формах. При уменьшении, скажем так, глобальности проекта, там, маленькие ресторанчики, там, на статистике, как это, наверное, даже до 200-200, это, в общем-то, можно попробовать решать без этого. Но, всегда это, ну, скажем так, деловая переписка, это коммуникация внутри рабочей группы. Поэтому, чем больше бумага, всем чуще, соль? Ну, конечно, да, конечно, да, плюсы цвета позволяют отслеживать даты, какие-то договоренности, какие-то принятые решения, ну, собственно, тут объяснять много не нужно. еще важный момент в деловой переписке, ну, и вообще нужность ее, это возможность отслеживания тех самых сроков и уточнить, то есть, письменный, так сказать, письменный язык, он более конкретный. Есть всегда, так сказать, обратная связь. то есть, кто, самое важное, опять же, так, вспоминая мою основную задачу, и задача, моим считается, назначить, опять же, если есть какой-то вопрос, ну, там, грубо говоря, обшить эту балку или с картоном, с подшивкой, там, декоративными карнирами, назначается ответственность, ставится дата. Если ответственным не хватает информации, он в этой же переписке, задает вопрос, да, ну, нужно вот это, вот это. И, соответственно, там же все участники могут отслеживать, когда был получен ответ, принято решение, зафиксировано и включено в работу. А если, допустим, такой гипотетический вопрос, если не хватает компетенции технической, ну, дизайнер, опять же, не должен знать все. Он может. Да, не может знать все. Если точечный подрядчик обладает большей компетенцией, скажем так, в своем ремесле, ну, не надо, ну, давайте, пусть будут светильники те же самые пресловутые. Если он грузит, расскажите им, какие они должны быть. Что вы в таких случаях делаете? То есть, может быть, есть какой-то секрет, как от сложного какого-то технического вопроса уйти, может быть, перевозить ответственность непонятно того же подрядчика. скажем так, не то, что переложить, а скорее разделить. Потому что момент, скажем так, задумки, придумки, это все-таки наше поле. То есть, мы с заказчиком согласовали, видит светильник, как он, грубо говоря, или даже не то, что его видит, как он должен светить его, а функцию, его эстетический, так сказать, внешний вид. А, соответственно, потом подрядчик, если он изготавливает эти светильники, он может там выдать, естественно, какие-то обремени, там, грубо говоря, у меня станок варит точечно, поэтому будут вот такие нюансы. Наша задача, скажем так, подрядчику поручить, если он умеет выглядеть, предложить нам образец, вариант, который мы, как часть группы заказчиков. Рассмотрим, согласуем? Рассмотрим, принято, согласуем. Может быть, пойдем на какой-то опять же, вместе с заказчиком, где мы контролируем, а нам, скажем так, реальность или данные изданных подрядчиков может изготовить вот так, вот так, в этом бюджете, то, соответственно, это решается, ну, в идеале решается так. Конечно, очень часто появляется решение выставить кого-то крайне, но на самом деле тут сидел достаточно подрядчик для того, что заказчиком, соответственно, это дело согласованным выпуском. По сути, я вам ваши слова немножко переделаю, чтобы, то есть, переговорю более доступным языком. По сути, когда вас подрядчик грузит, что он не понимает ваши чертежи или не знает, как это реализовать, или уточняющую какую-то информацию спрашивать, чтобы вам же потом не оказаться звеном, которое удерживает или удерживает работу, да, нужно всегда эти выродки. Да, перекидывайте на подрядчика, скажем так, это называется манипуляция, с одной стороны, но с другой стороны, с другой стороны, она и для того и нужна, чтобы выживать, да, то есть, предложите варианты, как вы можете это реализовать, как вы это ведите. Скажем, даже такая формулировка, что, ребят, вы, грубо говоря, занимаетесь столами всю свою профессиональную деятельность, предложите варианты. То есть, тот же столер в любом случае более искушен в вопросах стыков, соединений и так далее, чем любой даже, в общем-то. Опытный директор. Очень опытный. Иминикный директор. То есть, всегда есть такое сотрудничество, поэтому, в общем-то, и называется у нас это блок, рабочая группа. То есть, это все-таки процесс, ну, например, с теми же динамическими сетодиодными сетями, когда, грубо говоря, у нас имеется задача сделать стойку диджея в ресторане, уготовленный стеклянный хваст, засветить в виде эквалайзера. Это всегда начинается прям реально отражать. То есть, вызывается на объект подрядчик или там к нам в бюро. Садится проговариваться с ним задачи. визуально нам нужно, чтобы вот этот блок стеклянный хваст светился, как эквалайзер, в зависимости от нас не будет. Господа, в случае с музыкой это большой бюджет, увеличение. Если можем, то можем себе позволить. Соответственно, идет дальше диалог с заказчиком, что, господа, можем мы себе позволить увеличение бюджета, или уже опять же, с менеджером, который консулирует бюджет. это вести тот самый бюджет проекта, то есть, где сколько у нас каких средств и где какие есть запахы. И, соответственно, тут возникает реальный диалог с подрядчиками. Что мы можем себе позволить в рамках этого бюджета, что он может предложить из своего многолетнего опыта специфического в этом блоке. И, соответственно, выход на изготовление опыта. Желательно, то есть, конечно, прям, очень желательно изготовление живой рабочей модели, которую можно попробовать, посмотреть, как она работает и так далее. Визуализация частично от этого, скажем так, во многом потенциально похожа, учитывая еще и нашего опытного визуализатора, что не позволяет ему... Было время, когда реально приносились куски ржавого, металла, если он должен вот так это выглядит, или показ засветки каких-то опыта, что, смотри, у нас поверхность работает так, подсветка. Поэтому в случае рабочей группы и каких-то проработок обязательно используется опыт подрядчиков, причем реально оперированные, господа, вы опытные в этом трудитесь много лет, расскажите, что есть новенького, как лучше или как вы рекомендуете реализацию вопроса, какие-то варианты. Такая достаточно частая практика. Прекрасный торс. Секундочку, мы распространим. тут вообще скажем так, союз на данной картинке союз очень многих подрядчиков и художественный рост, есть шикарный декоратор, рисовали такие вещи, печать на поверхностях и в общем-то стыковка разнодаваемых технологий. Была какая-то проблема при реализации и пристыковывания? Увеличение бюджета. Если обратите внимание, вверху под потолком идут, стопочкой стоят было задумано и в общем-то ставили задачи поставить реальные рубашки. Рубашки с этими скалствочками. То есть здесь самыми сторонами проводилась линия, что это такое в данном месте, что это деспектабельное помещение. Такое место на нем с посетителем в родную комнату подружению в специфическую атмосферу. Вот. И в итоге было заявлено в начале таки еще на этапе даже концепция что у меня есть целая коллекция вот этих дорогих рубашек. Ну вот. Ну в итоге он подвергал свою коллекцию дорогих рубашек не пожертвовал. Не пожертвовал. В итоге рубашки рисовали, делали партри этих рубашек. Ну что в общем-то это прекрасно. замечательно опять же они планировали за стеклом стоящих и так далее. Эффектность была не только снижена, но опять же это полный заказчиком решат прикопочка. Из таких сложностей это есть еще одна интересная вещь. На этом же проекте на данных картинках ее нету. Это такой резной скажем так резной унывальник. Делали его в итоге из брак-казан металлический. Отрезали у него одно дозу. и приваривали к плоскости. Знаете, как аналогично советским мыгодой равноверно. И там в общем-то был вопрос из металла, который крепится с мастем к мотору должен быть фигурным. Знаете, как обрамление зеркал. Он должен был быть фигурным, плюс у него участок должен быть реально зеркал, который в виде мыть ручки и им возможно себя лить из зерей. И задача стояла как раз сделать переход черный металла в раках в одной точке на участке сошлифовывается без зеркала. А дальше опять уходит ржавчину уже в зону там. То есть это монолитные все зеркало? Да, да. Это была реальная история. Сначала была задумка, как попытка уже моей присадки этого дела в реальность. Мы проговаривали с подрядчиком, исходя из этих наук, поменяли подрядчиком, то есть поручили сразу другому. Сначала была задумка попробовать туда вкрутить зеркало реальной, то есть вырезать участок металла, вставить зеркало, доколировать участки. Ну, переход от зеркала к ржавчине. Потом вторая была версия вставить, варить, влить металл от кусок нержавейки. Причем наверное все в курсе, что при проварке нержавейки к взаимодопусканию нержавейки. Все в курсе, надеюсь. пока вырезать в курсе и нержавейки понятки. то есть происходит изменение металла, он пускает, он становится такой ржавеющий. Ну, и в итоге было предложено подрядчикам хорошая идея, прям реально зашлифовывали участки. Сначала проходили более крупные трюшки, и там шлифованные клуби, но сначала крупные, потом шесть, шесть операций пройдет. Насколько это угоражило задумки, потому что придумать это одно, а все же потом доказывать, что это так нужно в туалете умывали не зашлифованный монолитный. Тут был прекрасный подрядчик, также замотивированный к созданию свечи, то есть он в дальнейшем позиционировал как собственное достижение, и он это делал, то есть это прошло в объеме бюджета изначально оговоренного. Может быть потенциально была заложена какая-то вилка бюджетная или еще что-то, но в любом случае все это сделали бюджетом. Это немного изменило срок выдачи изделия, но опять же все в прямой сверке с заказчиком. Был сделан образец, фотографирован, привезен, показан, одобрен и запуск. Мы даже часто используем футболировку в своих рабочих чертежах, что первое изделие в серии обязательно показать перед запуском многоштучные многоштучные изделия. То есть у вас это даже прописано. Вы можете пункт продиктовать? На той же например, когда используем скажем так самостоятельно деланные подстолья, хендмейт, хендмейт подстолья, мебель заказная или какие-то такие дизайнерские вещи всегда прописываются, что их много штук, 10-15 и больше, то первые теле в серии согласовать перед запуском в производство. рабочие модели. И сейчас мы как раз переходим к тому, о чем я уже упоминал. Те самые яйца на потолоке большие, диаметре 600, 600-800 они не круглые, то есть кривориненные формы, настоящая кривориняя. планировалось сделать их из этой целлулозной массы с полимерными клеями, но в итоге был испробован вариант, так как подрядчик несколько подвел в данном направлении. Вот когда вас подводит подрядчик об этом курсе клиент, то есть основной, то есть он понимает как-то на сроки это повлияло? Есть такое правило. Тут больше комплектологии, вот как решается этот вопрос? Есть такое правило, как только начинаешь обладать информацией, что данную работу данным данной группой лиц не выполнить, об этом нужно ставить в курсе заказчиков. То есть тут не надо прикрывать, тут надо проще перекинуть ответственность за полис слабого. я бы сказал иначе у нас в общем-то с заказчиком как мы все понимаем одна цель сделать заведение ресторан должен быть проект есть ресторан его нужно реализовать заказчиков поэтому а учитывая что это бывает забывается в процессе строительства но дизайнер относится больше к службе заказчика и поэтому он как скажем так соратник должен тут же ставить в курс полно инвеста такого процесса заказчика о том что вот этот момент сейчас или возможно наша вообще задача после того как проект сделан моя задача на проект это прогнозирование прогнозирование и предвидение таких вот моментов то есть в общем-то авторский надзор помимо того что это идет в режиме догоняния надзор за исполнением работ это еще и важный момент прогнозировать где возможно возникновение каких-то сложностей у подрядчика или моментов которые могут повлиять на последующую цепочку работ там грубо например если человек готовит подготовку под мягкие панели или как вот здесь на объекте а под отделку вот этими мешками с сеном нужно так сказать проконтролировать как он убивает панеры потому что на нее потом будут мандироваться эти мешки и в общем-то подложка пошла статут пропитана антиперенами от пожара потому что в дальнейшем придет инспектор пожарный и нещадно начнет проверять что было на объекте и вот эти моменты ответственность если пожарный оштрафовал за отсутствие пропитки на салоне сене там все что на потолке может быть декоративно размещено это как-то на дизайнера в вашем случае на бюро распространялось то есть вот эта зона ответственность были ли такие негативные какие-то случаи что заказчик пришелся штрафом в вашу сторону вы тут нарисовали и ну не поконтрализировали ну скажем так какое-то решение по причине того что ну вы должны же знать вы же дизайнер скажем был подобная попытка или диалог на эту тему случился на одном из объектов разбор был о том что вставляли деревянное я обшитую дерево скажем так стойку открытой кухни вставляли готовый изготовленный уже гладким способом мангал имеющий свой корпус и так далее и было в общем-то задано вопрос что господа здесь у вас дерево а здесь у нас мангал который нагревается и так далее необходимо предусмотреть какую-то отсечку температурную и так далее но в итоге в данном ситуации для разрешения этого вопроса был уницирован встреча с инженером главным инженером объекта это был такой вот что он соответственно проанализировал и зафиксировал что в данной ситуации вы производили воспоминение то есть вы привлекали третьих лиц для ну не скажем так это привлекал менеджер проекта и это не совсем третьи лица это были люди и группа инженеров этого торгового а вот и соответственно то есть они в общем-то были в диалоговой доступности не были вызваны отдельные коммерческие специалисты это были вызваны инженерная служба объекта а вот они транзируют то что мы максимум что рекомендуем добавить еще место стружечного материала чтобы сдерживать возможное разгорание ну и опять же там зона прогрева в этом ангале она была выше этой деревянной стойки поэтому хочется так таковой реальный грузин существовал но диалог был и он был в общем-то достаточно ну скажем так напряжен вот а так вообще конечно при уже на этапе контакты моменты противопожарной безопасности насколько мы их можем насколько мы в курсе и насколько мы можем мы стараемся в прайсе отслеживать ну там рекомендуем пропитать естественно пропитки мы уже как дизайнеры рекомендовать не можем к этой темпе да это либо пожарный инспектор либо служба по противопожарным мероприятиям так называемые вот стоимость этих яиц скажем так дешево это дорого как вы защищали решение по стоимости если конечно проекте планировать изначально на этапе концепции предполагалось что их будет порядка 800 если не ошибаюсь штучка стоила если не забыла около полутора тысяч в дальнейшем в дальнейшем европе 800 на полторы тысячи это такая сумма заказчику на бюджет выпала ну что 300 тысяч по-моему там будет околоченный бюджет полторы тысячи на 800 да это у нас миллион 200 только на яйца спустите я видимо да немного преувеличил количество ну словом у нас получалось что общая сумма на этот декоративный прием была около 300 тысяч бюджет был рассчитан на 300 тысяч а у вас на 4 раза исходя из задумки с изготовлением резолюционного там получалась такая сумма вот в каких-то таких я полагаю что мы прошли все с количеством единиц но в дальнейшем при проработке были посмотрели варианты из гипса маленьком причем объеме это яйцо смотрелось звучало выглядело и тактильно было замечательно но когда его подрядчик начал делать в большом размере в реальном то гипс не очень сложно начал рассыпаться буквально легкого легкого касания он в общем-то терял свои виды ну просто просто разговаривали туда и марли и армирующие различные вещи не получилось в итоге был выбран для этой работы другой подрядчик который стал из малых 2 2 детали дело то есть внешне скажем так попку яйца и соответственно конус верхний который как бы обратить внимание на картинках один есть располаг это яйца другие соответственно цель шлифовал момент один спорный это шов у нас видите он в общем-то выдавал себе при подсветке потом мы решили путем зашлифовки подбор вот такие были новинки так давайте подытожим двух словах что цель нашего вебинара было сегодня рассказать о проблематике которая может возникнуть между клиентом комичным и наверное в процессе воплощения подрядчиками дизайнерами конфликтными ситуациями какой вы совет можете дать вот так если подытожить чтобы остаться друзьями комичным клиентом самое ключевое конечно это позиционирование дизайнер в первую очередь это человек заказчика который помогает которого функция которого в том чтобы максимально верно эту концепцию создать может быть в случае с опытными рестораторами ее понять как поставленную задачу заказчика либо ее почувствовать создать формировать ну словом разные могут быть термины для этого вот это первый момент второй момент при реализации любого проекта сегодня я слышала прекрасную аналогию по большому счету создание это же рост ребенка то есть можно сказать эту метафору и конечно же хочется максимально плотно не творить этот процесс а проходить какие-то ключевые этапы в плотном контакте но в первую очередь нужно всегда помнить что ресторан это коммерческий объект это инвестиции которые должны быть реализованы как мы говорили в начале в короткие сжатые сроки в максимальном соответствии концепции при учете того что компромиссы необходимы ну скажем так это рабочий момент компромиссы это такая ну скажем так вам такси вам ехать или шашечки как говорится там задача дизайнера всегда реализовать проект в бюджете озвученным заказчиком и в согласии с ним если есть какие-то корректировки изменений всегда увлекаем привлекаем в эту историю заказчика ну в принципе в двух словах все понятно теперь ваши вопросы задавайте ваши вопросы если они у вас есть если у вас они остались ждем ваших вопросов если они есть то пишите если нет пишите нет чтобы вы понимали какая у вас ситуация какой у вас статус ну и в дополнение к наверное способу сохранения нормального взаимодействия опять же с заказчиком инвестором это поддержание коммуникации в рабочей группе то есть вовремя информирования вовремя информирования в раздачах задач менеджер проект который курирует свой блок вопросов есть дизайнеры которые решают свой блок вопросов есть соответственно проектировщики инженера и так далее то есть в эти моменты их нужно максимально сохранять каждого в своей зоне ответственности вижу вопросов у вас нет поэтому мы с вами прощаемся мы завершаем всем всех я вас поздравляю с окончанием этого вебинара буду рад вас видеть в следующих наших встречах в следующих наших вебинарах следите за рассылки с вами был Илья Тебелев это ведущий дизайнер руководитель строек от компании свое бюро и Евгений Тюрин свидимся до свидания до свидания Продолжение следует...